доброе утро друзья уже наверно ближе ближе добрый день мой супруг непослушный закрой пожалуйста дверь эту бабушка тренгит да поругайте у тебя девочки кстати ругают что ругают а ты шо гелем помазался орешки лопает кофе очек делать да ребятушки вы знаете вот все-таки орех отличается вот северный да и я вот покупала ну покупаю для салатов здесь в испании даже не знаю видно вами или нет даже ядрышки даже ядрышки разные и дело в том что вообще не пахнут этот орешек он такой сладенький а этот такой не душистый ничего если твой кофе я наверх поставил что-то нам познаете купила я ребят вот этот или и мы всегда только его и пили я прошу прощения за свой голос ну в общем скажу так или это просто такая партия или они настолько испортились горький вообще просто мальчик было не стопроцентная радость но не было был только какой-то коричневый нет ну там нет из тех видов что не было ну и что были в наличии значит а подумала что этот период то что я по отзывам посмотрела скажу красный собой ну дело в том что вот этот который ты привез тоже и ну пахнет вкусно но он какой-то тоже горчит не то я уже просто галя балована я ребята уже сегодня с красивым голосом сейчас красная вся такие вот пошли пятна ну ничего зачем ты соль добавляешь гурман японую мать вот я чашки поставила и сразу на две чашки делаешь кофеёчек кофеёчек у нас указано в форме шишки я еще не насыпалась и без высока разоминить ухаживать за мной или придержи ты потеряла палку не могу вас поставить нет вот так вот так вот такую штуку тоже сегодня там читала до ваши комментарии по поводу вот авастин и вот опять же хочу просто вновь сказать и да что у каждого видите по разному женщина сегодня писала что она тоже принимала до авастин у нее не волосы там не выпадали ничего все было хорошо нет ну у меня же говорю что он на меня вот авастин действуют сложно сегодня ночь была абсолютно без сна абсолютно без сна вот потом вторая где-то половина ночи где-то часов с трех утра на прессе прошла на белом друге да это я тупо сидела на унитазе потому что вообще не для видео сказано вот и там утром естественно встала зафаршировала себя таблетками всем потому что начался у меня всегда так у меня всегда так идет как проблема с желудочно-кишечным трактом начинается такое вот знаете как тухлые яйца хотя скажем так все в этот день я уже говорила да пища вся такая лояльная ну вот вот волос тоже уже до сотый раз повторяю тоже сам не свой голос садится сна нет этот нос печет так как будто туда кипятка налили да потому что слизистая подпалена ну и что еще мне сегодня на сегодня я взяла ситу так ребята сейчас посмотрю палку потому что у меня рука отваливается все я вас установила ребята ну и что я хотела сказать заходишь сюда или выходишь не ну я буду ворочить а вот что хотела сказать блин спел а по поводу того что я у меня сегодня я взяла ситу ну аж на восемь часов вечера представляете сегодня пойду хирургу вот и будем с ним решать вот будем с ним решать что делать с моим портом вчера у меня тоже спрашивали в комментариях Таня почему вы не поставите порт у меня стоит порт система видите у меня вообще кто кто со мной давно тот знает а из новеньких может быть не в курсе у меня вообще проблема у меня была тут порт система которая загнила в общем был просто кошмар какой то его ее достали в общем шили шили перешивали сто пятьдесят раз тускобами ту нитками ничего не получалось все таки его удалили и потом поставили порт систему здесь вот прошла то есть с этой порт системой я закончила всю химиотерапию вот и прошла получается так 18 и прошла 13 иммунотерапии я прошла на спортом что произошло что повлияло я не могу вам ничего сказать абсолютно не знаю что не так ну в общем в один прекрасный день я прихожу я прихожу на иммунотерапию она меня подключает начинает вводить ее как ну сначала как физраствор наверное пробный да со шприца перед тем как подключить эту систему она начинает получается мне брызгать где-то вот сюда вот так вы знаете аж за ухо я такая нет нет стоп это ничего не помню то есть одну иголку поменяла вторую все равно пробную дает то есть где-то или отошло и ну я так думаю что скорее всего наверное вот это спайка какая-то которая где-то там то есть где-то какое-то прошло пошло повреждение вот и теперь я им не могу пользоваться то мне получается далее на сегодня ситу хирургу тот который мне ставил этот порт ну и будем решать он посмотрит там или что и только хирург уже тогда может мне дать назначение на когда и на что то есть ну чтобы его удалить я уже не буду ничего переделывать я не буду его сохранять ничего то есть конкретно хочу уже записаться чтоб мне его удалили и все потому что мне осталось получается только две иммунотерапии ну надеюсь что уже мне не понадобится очень бы этого хотелось ну а там как оно будет там жизнь покажу как всегда девочки за вас будьте умные здоровы ну нужно купаться да конечно после того как ты сходишь к врачу к врачам ходят больные что я там забыла и ты больной я сдал девочки у него вот эта нога не одна одна толще другой отек да внизу темнее расскажи какой ты глупый нет расскажи что у тебя нога темнеет и не слушает просто не слушает вот я тебя поругаю вот ну вроде бы вроде бы достучалась но завтра у меня такой самый сложный день завтра я не смогу вот завтра бы мне знаете отстоять если завтра дай бог день пройдет все хорошо тогда уже последующие дни уже можно пережить эти орешки это просто наркотик и я понимаю что их много нельзя ну просто рука тянется вот там беру хотя бы по несколько бубочек ну потому что они жирненькие и сейчас такие свои эти хваленые хваленые четыре с половиной килограмма скинутых орешки еще быстренько так наверстают свое итак что еще вчера дам кстати проскакивали такие сообщения вот думаешь о жрачке только о жрачке ребят я я уже написала даже вы что святым духом питаетесь то что вы видите ну это нельзя аргументировать мою жизнь с десяти минут которые вы видите правильно потому что вы не знаете чем я живу как я живу как проходит мою жизнь только такое в скороченном варианте но мы ничего такого супер запретного не едим что на обед суп больше лук то есть какое-то первое делали если допустим ну да варили холодец но он без свинины без ничего чисто только на курице вот сегодня сейчас вот даже вам покажу вот сегодня на обед у меня вот такая вот замаринованная курица в этом апельсиновом соке вот целую курицу запиху в духовке сделаю немного овощной салат и не знаю как вы но вот у меня уже третья банка капусты уже сегодня можем ее есть вот так что ничего такого выпечку ну да иногда мама моя готовит ну нас вообще-то в семье пять человек и не пойму не пойму возмущений ну короче ладно каждому свое я уже я уже привыкла к этому всему сегодня тоже там зашла к девочке одной на канал тоже онкология вот девочки там тройной вообще тройной рак у нее ну у нее сложная ситуация и пишут голодай голодай из ключи животный белок все это ну то есть чув взвин то не знав да вин девочка проходит сейчас такую тяжелую химиотерапию все о каком голодании может идти речь правильное питание сбалансированное да а если она будет при химии голодать откуда она нахрен будет брать силы откуда она будет ну восстанавливаться до следующей химии как она будет поднимать лейкоциты тромбоциты и тому подобное я в шоке советчики 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 вот тоже там девочки вчера написали по поводу капусты да мне очень приятно девочка делала уже написала отзыв я слава богу я люблю если вы даже что-то делаете по моему по моим рецептам да что вы ну что вам нравится потому что я очень так переживаю когда я даю советы знаете потому что допустим мне понравилось кому-то не понравилось и ну не хотелось бы так вот и девочки там писали что много боюсь типа не делала потому что много уксуса а вторая написала потому что капуста от кипятка сварится вообще ребятушки вообще не сварится уксуса вообще вообще не много то есть так как я я вообще не люблю ничего такого кислое все почему моя мама закатывает допустим здесь в испании сама огурцы из-за того что те огурцы которые продаются испанские я их не могу абсолютно есть они для меня очень-очень кислые вот а если там корнишоны пару раз брала то меня потом изжога до такой степени заедала что был просто свет не мил вот так что из-за этого мы не делаем в этой капусте вы не будете чувствовать уксуса и она никак не сварится потому что даже если вы зальете литром кипятка капуста та ведь она все равно заберет сразу понизит резко температура воды и карпуста будет такая хромкая вообще что ну в общем то дело ваше я посоветовала я и я никогда не допустим не испробованная да то что именно не нравится ну первый раз чтобы для вас советовать я такого не делаю это я уже так с вами поделилась то что в нашей семье дальние скорени то и заканчивается это то есть то что стоит на потоке и мы сейчас вообще очень сильно кислую капусту едим особенно ну сейчас я вот в эти дни еще нет конечно чтобы знаете не давать нагрузку на кишечник ну а так и мне она короче помогает ходить в туалет из-за этого я ее стараюсь каждый день есть если у кого-то такая проблема то то это хорошо моя мамулечка опять я ей наделала заказом вот но я не успела снять потому что я не ждала девочку она должна была приехать в два часа а тут позвонила в общем по-моему уже налепила два килограмма вареников два килограмма пельменей а это еще одна женщина прием у нее там килограмм вареников килограмм пельмешек мама моя извращалась вчера сейчас вам покажу я говорю мамочка какая ты молодец она сама хочет сидела вот такие вот такие варенички лепила солнышки в общем все при деле все при работе потому что макс приехал домой капитан такой такой отвратительный такой вообще и получается в общем он обочинил там все это не отправил документы вовремя в общем уже сколько времени приехал домой без денег без зарплаты до сих пор ни единого цента не выплатили и все и короче сидим на попсосе сидим на бабушкином заработке и вот такие вот пельмешки девочка придет и заберет вчера сидела вчера весь вечер лепила и сегодня еще с утра долепливала потому что не хватило места не было где чтобы замораживать потому что все таки 6 килограмм сразу надо там же еще своего мяса куча мы же как раз только закупились на неделю я вам показывала курицу там печень морозилка выбитого вот вот такие дела ну все ребятушки в общем буду заканчивать ого я уже на трын дело вроде бы хотелось так включиться и поболтать с вами так время быстро пролетело все значит я сегодня иду к хирургу и потом уже там вам расскажу что это как как оно все прошло завтра завтра если вдруг ну в общем посмотрю по своему самочувствию не выйду то не теряйтесь меня не теряйте меня то есть день восстановлюсь и обязательно к вам вернусь вам всем хорошего дня всем прекрасного настроения и до встречи пока